68 алмазов различные по массе. За 100 взвешиваний на чашечных весах найдите самый легкий и самый тяжелый из этих алмазов. А за какое количество взвешиваний легко найти самый тяжелый алмаз? Нет, не за 68. За 67 конечно. И делается это очень просто. Берем один алмаз, взвешиваем его с другим алмазом. Тот, который легче откладываем, тот, который тяжелее, взвешиваем со следующим. Опять более легкий откладываем и все время взвешиваем два алмаза и тот, который легче откладываем, а более тяжелый передаем дальше. Это совершенно очевидный, естественный способ сравнения, который, внимание, за 67 операций решает задачу о нахождении самого тяжелого. Понятно, что за 67 можно найти и самый легкий, но это слишком много. Если делать и то, и то, получается значительно больше 100 операций. Я хочу найти самый тяжелый алмаз. Я... 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 Взвешивать каждый раз надо, конечно, только два алмазка. А вот давайте я вам расскажу такую историю. Много лет тому назад в Петербургском университете создали группу не по принципу случайного студента в одном группе в другом, а из поступивших на математический факультет студентов отобрали самых лучших и сделали из них одну отдельную группу. Так вот, удивительным образом именно в этой группе учился перениман, который получил скандальную известность, премия, вы уже слышали. Все эти журналисты писали, миллион долларов за решение, что делался по Анкаре и так далее. Ну, я сейчас не хочу разговаривать о всяких этих скандалах, а хочу сказать идею. Как только отобрали отдельно тех, кто посильнее, отдельно тех, кто послабее, так получился совершенно замечательный результат. Математик, который решил там очень-очень сложную задачу. Догадайтесь с алмазом сделать. Да, и потом будет уже поздно. Вы уже ничего не отберете с этими легкими. Останется слишком мало взвешивания. Останется всего 33 взвешивания, а за 33 взвешивания из отложенных в 67 самые легкие не найдешь. Я вам объяснил, что нужно сделать грубую сортировку. Ребята, надо, чтобы отдельно учились те, кто соображают, а те, кто не учат. Вам уже на тесте написали число 34. Значит, ребята, решение очень легкое. Берем 68 алмазов. Разбиваем их на 34 пары. Просто раскладываем. Два алмаза, два алмаза, два алмаза, два и так 34 пары. Понятно? В каждой производим взвешивание. Таким образом уже сделали 34 взвешивания. И в каждой паре поняли, какой алмаз легкий, какой тяжелый. Из этих двух. Так вот, все легкие откладываем. Получается у нас 34, так сказать, легких. Легких в том смысле, что он более легкий, чем его пары. Остальные 34 откладываем сюда. И получаем две задачи. Здесь надо из 34 найти самый тяжелый. Здесь из 34 найти самые легкие. Но из 34 мы можем идти самый легкий. За 33 взвешивания. Разделили на пары. В каждой паре выбираем тот, который более легкий и более тяжелый. Среди легких за 33 операции нашли, вот, которые самые легкие. Среди тех, что в своей паре были тяжелые. За 33 операции нашли те, которые тяжелые. Все, сделаем 100 взвешиваний.